Культурная отрасль Ульяновской области подвела итоги прошлого года и озвучила планы на текущий. Расширенное заседание коллегии Министерства искусства и культурной политики региона прошло с участием губернатора Алексея Русских. Прежде всего, глава региона отметил, что культурная отрасль региона будет хорошо поддержана в финансовом плане на федеральном уровне. Будем говорить не столько об итогах прошлого года, о которых нам доложит Евгения Евгеньевна, сколько о задачах на текущий год, о возможностях и розервах для развития региональной культуры. Выделю главное направление работы. Первое. В этом году Ульяновская область получит почти 256 миллионов рублей в рамках нашего проекта «Культура», а общий объем субсидий федерального бюджета состоит почти 853 миллиона рублей. Алексей Русских поблагодарил работников культуры за биржливый подход к культурному наследию, уважительное отношение к истории региона, традициям и именам великих земляков. Глава региона вручил награды регионального и федерального уровня особо отличившимся. Министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова обратил внимание на эффективность работы культурных учреждений, которых в регионе более 1200. В анализе мы видим на сегодняшний день 35 сельских домов культуры не функционируют, это 10 районов Ульяновской области, поэтому нужно серьезно подумать, нужны ли эти учреждения, когда есть возможность культурное обслуживание производить с помощью автоклубов. По словам министра, самыми посещаемыми культурными учреждениями за прошлый год стали библиотеки. Для всех жителей области тоже есть огромный плюс, что мы получили больше 7 миллионов 600 тысяч рублей на комплектование библиотечного фонда. То есть такого, представляете, практически 400 с лишним библиотек получили новые книги. Это очень отрадно и, соответственно, пойдут читатели, потому что книги, как вы знаете, сейчас очень дорогие, поэтому не каждый может себе позволить купить новую книгу, современную книгу. Кроме того, министр отметила, что опираясь на опыт других регионов, стоит подумать над объединением двух государственных архивов. Несмотря на то, что год был тяжелый, полагаю, что для архивной отрасли, которая входит в культуру, он был крайне удачный. Во-первых, нам удалось реализовать ряд грантовых проектов, в том числе и выставку, посвященную юбилею первого полета человека в космос. Самое важное, что мы стали очень-очень близко к открытию электронного читального зала. Если прошлый год был объявлен годом книги, то 2022 год будет проходить под знаком культурного наследия народов России. А Ульяновская область по праву гордится многообразием культурных традиций, дружбой и согласием живущих в регионе народов. Официальное открытие тематического года запланировано на март. В планах министерства также продолжение ремонтно-реставрационных работ Ленинского мемориала, реконструкции здания ТЮЗа, обновление оборудования зрительного зала Драмтеатра, переход под крыло Министерства молодежного театра. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Улл Правда ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok